Продолжаю записывать для вас первую игру в шестую ЦИУ, пресс-версия. Мы закончили на том, что со мной поговорил японец, который восхищается моей подобной восходящему солнцу ослепительной и могущественной империи. Если вы не смотрели первую и вторую серию, то отправляю вас к ней, а это уже третья серия. До свидания. Япония, а мы возвращаемся в Афины, к Периклу. О, о, Перикл, говорили мне вначале. Так, давайте займемся варварами. Ну, не особо я сильнее, кстати, потому что у него, видите, плюс шесть за идеальное место, а у меня только плюс семь против. Но все равно я должен больше ему нанести урона. Так, нехватка жилья. В спарте. Я, кстати, хотел посмотреть, какие здания жилье увеличивают. О, рис и пшеница плюс одно. Ну, пока только рис тут, собственно. Давайте, давайте священное место уже построим. Построим лагерь. Ой, лагерь, говорю. Первый район. Вот смотрите, нам тут сразу показывают, где будут бонусы лучше для этого района. Вот плюс два. То есть вообще район будет одно очко веры давать, одно очко великого человека. Но вот если построить вот в этих местах, где нам рекомендуют, еще будет плюс два. Я, наверное, вот тут построю. Так, следующий. Аргас. Жилья тут дофига. Удовольство плюс один. Рабочие тут построим. Давайте гоплита тогда. Начнем с обработки чая вот тут, наверное. Можно и шахту по пути, кстати. Раз уж мы идем там. Так, пошли-ка с тем лагерем разбираться. Ой, блин, я вышел прям под... Прям под варварского скаута вышел. Ну, не знаю, по-моему, они не очень захватывают. Хотя посмотрим. Вы истинный друг малых цивилизаций. Очень, да. Спасибо, только я ни одну малую цивилизацию еще не встретил. Это он про города государства говорит. Смотрите, варвары уже город мой, а так будет. Улучшения касаются не только земель, но и водных просторов. Нужно найти способы... Мне не противно жизнь на суше, но жизнь на море куда... Сейчас найдем способы использовать, не волнуйтесь. Про атакую пока. Что-то этот не захватывает рабочих. Я просто думаю, что мы рабочих быстро отобьем. О, ученичество ускорили. Вот этим гоплитом, например. Починка. Еще можно до семи вырастить афины, да? Что у нас? Каменная кладка. Немного продвинута. Хм. Давайте каменную кладку откроем. Пирамиды, древние стены. Вот древние стены я смогу, построив и в городах, смогу городами стрелять тогда. В Риме олигархия, как и у меня. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Давайте, может, что-нибудь поменяем. Так, пророки у меня набираются. Полководцы, ученые, писатели. Плюс 50 при строительстве гоплитов. Нормально. Послы. Да не, пускай пока все так и будет. Дальше открываем. Блин, создайте религию. Давайте игры и развлечения. А строительство у меня далеко, кстати. Которое ускоряет. Ну да. Полечимся. Пойдем за этим скаутом побегаем. А, блин, я же вообще хотел караван создать, чтобы дороги начали... Так, что тут Афины обрабатывают? Обработано, обработано, обработано. Холм. Нет, давайте вот так. Торговец. Надо торговца. Просто запустим из города в город, а он дорогу проведет. Видите, вот японец ко мне запустил, кстати. Вот. Он получает три золота, а я нифига не получаю, да? Кстати, а где торговые посты? Я имею в виду здание, торговый пост. Вот, торговые посты. Торговые посты можно основать в городе после того, как торговый путь успешно завершен. А пост принадлежит игроку, который этим торговым путем владеет. То есть, надо запустить торговый путь, и тогда пост появится. Так, что ли? Видимо, как-то так, да. Так, давайте поселенца построим. Извини, разведчик. Ты нам тут мешаешься. Что, не умер? Да ё-моё. Не, пускай мой лучше стоит полечиться. Ваше величество. Нам открылись немалые знания. Каждый из нас вычесывает ткани. Укрепление. Это всё за шибись. Так, это пускай там стоит. Железный рудник. Железо у меня, правда... А я вообще открыл железо-то на карте на всякий случай? Ну да, открыл. Железо у меня нет нифига нигде рядом. Что, конечно, не радует. В эфесе не хватает жилья. Юнит готов к повышению. Попозже мы его повысим. Так, производство. В принципе, как мне надо тут, так и это. Разработайте два морских ресурса. Сейчас торговый путь... Ну, в принципе, шесть ходов я через два хода запущу. Как раз ускорится. Норм. Так, что у нас тут построилось? Вот амбар тут надо для жилья. Освятили мит жилья. Теперь надо переключиться с еды на производство здесь. Что-нибудь... Какую-нибудь клетку с производством можно прикупить еще? Ого, неплохая. Клеточка. Отлично. Так, и давайте слоновую кость обработаем. Япония осудила недостойные действия. Вот мне вот эти слухи очень нравятся. Прикольно так сообщать. Не так, как вот раньше тут вот все было, да, в пятой цели. А тут вот видно, что это немножко отдельная такая штука. Это слухи, мол. Вот, посмотрите, на что они влияют. Ну, что-то видели, что он тут мотлял его на своей пике. Так, надо полечить скаута. Отведу к себе в город. Так, этому повышение сделаем. А этому шахту. Норм. Следующий ход. О, тут уже почти убитые варвары. Где города-государства? Я еще в который раз спрашиваю. Странно. Самоубий. Варвар-самоубийца. Блин, что я нажал. Что происходит? Почему я не могу? Так, а этот тут, оставайся. Еще этим скаутом проатакуем. Ну, а здесь заберем лагерь. Мы обнаружили город-государство. Наконец-то. Существуют разные виды городов-государств. Я в курсе. Соседний город-государство. Так, Кабул. Ну, вот, смотрите. Я его не первым нашел. Его нашел первым Рим. И там уже один его посланник из-за этого. Но я могу сейчас туда отправить своих посланников сразу. Вот, двоих. И по идее... Вот, а получилось, что три. За счет того, что у меня в правительстве есть такой бонус. Первый, отправленный вами в город-государство, дает двойной эффект. То есть я отправил два посланника. А получилось три. И вот теперь я получаю бонусы. Во-первых, плюс два производства для каждого военного лагеря при строительстве юнитов. Плюс два производства при строительстве юнитов в столице. И уникальный бонус от Кабул, потому что я стал его с Юзереном. Ваши юниты получают вдвое больше опыта за сражения, начатые по их инициативе. Ну, из-за него, когда я атакую. Плюс я могу сейчас провести мобилизацию. Я на 30... Нет, не на 30, я на меньше получу. Вот, единственное, меня смущает, что не пишет, сколько я денег заплачу. Опять же, проблема интерфейса. Ну, давайте посмотрим. 308. Я сейчас на сколько-то ходов получу все военные юниты Кабула себе под управление. И это очень классно. Я смогу тут разведкой заняться. Ну, блин, много я заплатил. 308, осталось 135. То есть 180, что ли? Наверное, количество денег зависит от того, сколько... Ну, вот, что-то и вдохновение при этом получил. Сколько юнитов у города-государства. На сколько ходов? На 20. На стандартной скорости 30 ходов. На быстрой скорости 20. Отлично. Наконец-то первый город-государство. Так, в Афинах торговец построен. Давайте поселенцы еще. И отправляем. Куда мы отправим? Ну, я хочу дороги между государствами провести, поэтому в Спарту. Или Варгас. Варгас лучше. Торговый путь приносит в казну доход и развивает дороги между городами. Дороги позволяют войскам перемещаться, не испытывая тягот от особенностей ландшафта на своем пути. Ясно. Вот мы ускорили деньги. Еще при этом. Да, а что Кабул хочет, какое у него задание? Вызвать вдохновение для исторических хроник. Построить два кампуса. Это Кабул вряд ли. Извиняй. Ага, вот еще племенное поселение обнаружено. Так, тут все юниты у города-государства эти посчитаются походили пока. Ладно. Походим позже. Так, разъединяем цепь. И тут, наверное, на красителях построим что-нибудь. Следующий ход. Так, надеюсь, англичанин убьет этого дуболома. Ну, японец под впечатлением нашей культуры. На карте вообще 10 наций. То есть я пятерых еще не нашел. Центр коммерции и рынок. Добиваем варваров. Пошли тут. Я, в общем, хочу поставить город тут где-то. Ну, вот так вот по побережью. Тут у меня уже Рим с Англии с этой стороны занят. Хотя можно еще вот речку исследовать. Посмотрите, что там выше можно сделать. Так, что у нас? 40 монет. Тоже неплохо. Так, что мы исследуем следующее. Постройте водяную мельницу. Ну, давайте строительство. А где мне еще взять караванов? Кстати. Или это вообще в социальных политиках были караваны? Где вот я вообще первый караван? Вот. Вот как караван выглядит там. Что-то я тут пока больше караванов не вижу. Может это... Хм. Непонятно. Стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран мира оффлайн и абсолютно бесплатно, всегда здорово. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте карту нужного вам города. 2GIS, если быть точным. Приятно, как у меня сразу много юнитов стало. Вообще еще места ставить города много. Следующий ход. Рим расширяет сосновый город Анций. Ну вот видите, прокладывается дорога здесь. Если хлеб первая потребность жизни, то развлечение вторая. О, маджонг. Прикольная иконка развлечений маджонг. Так, сменить курс. Есть ли тут еще караваны? Уменьшение стоимости покупки клеток. Плюс веры и плюс золото. Плюс одно производство всех городах. Плюс один к жилью во всех городах с двумя и более специализированными районами. Плюс два золота от всех торговых путей. Нет увеличения. Ладно, что мы дальше исследуем? Оборонительная тактика. Да, когда у меня там, кстати, пророк намечается. О, не скоро. Медленно. У меня нету ни одного священного места просто для пророка. Ладно, давайте теологию. Так, тут жалко, что, конечно, англичанка не довела дорогу ко мне. О, еще один город-государство. Отлично. Подготовить катапульту. Ну, видимо, Рим тоже его первый нашел, да? Да. У меня будет... 20 очков влияния. 67. Еще 47. 47 разделить на 3 через... Примерно 16-18 годов, да? Посол. Так. Это чувак, пускай, пока тут стоит. Стоит. Симиле Лоуис, кай лести регну, империум туй латепатет. Оптиме. Ну, в общем, чувак восхищается размерами моей империи. Я молодец. Город Гранада основан. Так, ну, Манчестер должен убить этого скаута. У него тут стены, видите? Так что... Все нормально. О, скаут сам ко мне подошел. Видите, различия тех юнита, которые я под контроль взял от моих юнитов. То, что у них вот такие часики, типа, рядом. И тут еще места столько. О, это что за ресурс серебро? Интересненько. Кстати, я не видел, чтобы у городов-государств я мог взять какие-то... Потребовать дань, вот такой. Этого ничего нету. Есть только объявить войну. Ну, и, соответственно, провести мобилизацию. Центр коммерции. А, мне надо, чтобы еще торговый путь, надо Центр коммерции построить. Ясно. Блин, мне надо несколько районов в Афинах-то построить. И... И Священный, и Акрополь. Все, убили тут скаута. Я так понимаю. Ну, вот, не стоят у меня рядом гоплиты, я не использую этот бонус. Вот, зря я их так раскидал далеко друг от друга. Так, это мой юнит. Будем... Буду разведку проводить юнитами Кабула, а свои отведу полечиться лучше. Бегает, блин. Рим. Так. Поселенец. Вот почему написано, торговец завершено, если у меня тут поселенец завершен? Давайте священное место строить. А этот город мы поставим. А где тут варвары были? Я лагерь варваров расфигачил вот тут, да? Мне кажется, там и надо ставить. Хотя я тогда киты не достану. Не, наверное, вот тут надо. Так, где нехватка жилья в спарте? Опять нехватка жилья, то есть довольство. А, ну сейчас амбар построится, и это жилье добавится. Плантации для бананов? Да, и 0.5 жилья еще плантация дает, кстати. Собственно, как и пастбище. Там еще, помните, ну, рассказывали нам разработчики, что если рядом ставить там 3 по 3, то какие-то бонусы будут. Я вот этого пока еще не очень понимаю. Так, эфес, амбар, давайте. Галера? А где рыбацкая лодка? Почему я не могу рыбацкую лодку построить? Давайте галеру построю, чтобы по морю поплавать. Так, а все-таки что с рыбацкой лодкой? Ну я же ее открыл. Да, да. А, позволяет строителям создавать рыбацкие соды. То есть мне надо строить это, то есть мне надо построить строителя. Ясно. Давайте строителя построим. О, еще одна племенная деревня. Сейчас до восьми вырастут, афины, переключу все на производство. Ну что сейчас где? Я хорошо поищу в другом месте. Но я уже к ней не селюсь, собственно. Правительство Англии на олигархию сменилось. Япония основала буддизм. Так, вот еще один поселенец. Может тут вверх по реке? О, а тут город Рима. Ну в принципе я вот тут на Азисе могу... Я могу тут и Петру тогда построить, и пирамиды построить. Кстати, есть смысл. Вот тут, например, если я город буду основывать. Пирамиды только в пустыне строятся. Так. Акрополь. Акрополь. Вот тут плюс два будет в культуре за соседний район, плюс одна культура за соседство с центром города. Ладно, разрушим. Тут тогда разрушится... Вот где восклицательные знаки, это показывает, что что-то будет разрушено. Или лес вот тут удалится. Причем лес не добавится в город как производство. Акрополь. Так, а здесь у нас что построилось? Монумент? Нет, амбар, по-моему. Блин, он показывает с каким-то лагом. Ну да, амбар, потому что не хватало жилья. Видите, лимит жилья стал нормальный. Акрополь. Так, оставим здесь, ребят. Могу либо сразу 70 пищи получить. Ну, смотрите, 70 пищи, а он дает 3 еды в ход, да? То есть, если я оставлю, то 3 еды в ход, это считайте на 20. А я лучше оставлю. Тем более, что мне плантации культуру дают. Пыль, сколько места сюда Republican. Дальше. Да, давайте посмотрим. сколько места сколько места походу карта не очень генерируется честно ну смотрите сколько у меня места да в ту селиться а где вот риму бедному города ставить например античная республика время не бывает религии без богословия как не бывает астрономии без математики или металлургии без химии да не не хочу ничего менять кстати вот еще можно посмотреть всемирный рейтинг и счет можно показывать подробности вот я сейчас пока кто на первом месте испания за счет чего на первом у меня 22 социальных империя 36 и технологии 26 испания немножко стоит по социальным технологиям по технологиям отстают по сути по технологиям одной тоже точнее немножко соц по социальным институтом империя 36 у него 43 то есть у него больше него великий один великий человек религии чудеса еще за счет этого больше получает очков исторические хроники оборонительная тактика давай исторические хроники о появился еще и посол правим сразу в торонто и у меня их там два сейчас будет вот видите одного отправил а стало два круто но я пока не сюзерен надо катапульту построить но зато два производства в столице предстоятельствует чудес так себе а уникальный бонус какой будет если я стану сюзереном воздействие районов промышленная зона и развлекательный комплекс распространяется еще на три клетки то есть на акрополь как это будет действовать соединяем с поселенцем ведем сразу двух виду гоплитов чтобы они пролечились на своей территории 20 35 25 10 так что в деревеньке о плюс 100 веры но в данном случае это не так круто как раньше потому что все таки религию надо основывать набрав очки великого пророка ты не особо дорога действует я тут посижу так сейчас афины вырастут переключу полностью на производство испания уже средневековье выходит так производство производство надо фермы построить надо после священного места рабочих сделать так лечиться идем лечиться идем лечиться идем лечиться 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 к А он что, вот культуру дает Вот этот Ваши районы на побережье Кстати, я сейчас получаю 5% Мне нужны города с юзеренами делать У меня же уникальная способность Греков плюс 5% от каждого Города и государства с юзереном Которым я являюсь, плюс 5% Представьте, сколько будет плюс культуры Если я Эти все города за союзю Ну, умрешь, нет Отличненько И повышение будет Так, а где это мне лучше город Тогда основать На пустыне Тут видимо какая-то пангея Что вот тут еще куча Места как-то так Какая яма Вот видите, я вижу Как бы какой он город основный И ты мне его показываешь Так, лечимся Так, куда же мне лучше тут город поставить Здесь город будет Тут Значит, эту пшеничку Мне надо, чтобы по максимуму Пустыня в этом городе была Значит, наверное, может сюда его Оазисы Смотрите, тут будет Раз, два, три, четыре Оазиса Не, может вот сюда просто Вот тут и поставить И все Такой пустынный город будет О, я уже не могу заходить На территорию Рима Так, в Эфесе Недостаточно жилья Что он тут обрабатывает Производство Нормально Улучшимся Какая неизвестная цивилизация Стала союзником Нанмадолы Или как его Мне бы ее найти Тут место немерено еще Так, ну на этом Я, видимо, сейчас завершу Третью серию Давайте я Закончу ход Такие небольшие серии Я делаю Чтобы Быстрее их можно было Загрузить На сайт Так что Спасибо, что достреляли до конца Ждите четвертую Я надеюсь, что я Я их не буду Раз в день выкладывать А как они выходят Так я их сразу буду Загружать Все Вы слышали Лешу Халецкого Пользуйтесь дваги Сыграйте в умные игры Я Леша Халецкий Тот, кто сделал это видео И раз вы досмотрели до конца То у меня к вам просьба Поставьте лайк Вам это ничего не стоит А мне будет приятно И поможет распространиться Моему видео Ну и Если вы хотите Поделиться этим видео То я совершенно Не против А только рад Разместите его у себя Где-нибудь В социальных сетях Или просто Сообщите Вашим друзьям Спасибо, что достреляли до конца Удачи И играйте в умные игры Субтитры сделал DimaTorzok